Приветствую вас, дорогие друзья! Немного новостей из Фронтира. Напоминаю, что всё, что появляется на Фронтире, в большинстве своём появляется и на наших серверах. Очередная поддержка новичков-разработчиками. Теперь в качестве наёмников вы можете брать и Т-шестые отряды. А правда, если раньше вы могли нанять сразу все отряды, то теперь каждый отряд стоит определённое количество очков. Обратите внимание, это количество очков, скорее всего, равняется лидерству данного отряда. То есть то количество лидерства, которое требуется для того, чтобы взять этот отряд в бой, такое же количество очков вам придётся потратить для того, чтобы взять отряд этот в наёмники. Но! Вам каждую неделю будет даваться 450 очков, и эти очки вы сумеете тратить на найм данных отрядов. И получается, эти очки не накапливаются. Они будут сбрасываться, и каждую неделю вам будет заново даваться эти 450 очков. На фронтире уже открылась возможность выполнять задания для арбалетчиков. И тут, кстати говоря, не обязательно выполнять, по крайней мере, все задания для фальконетчиков. Я закрыл только одну вкладку, и у меня уже появилась возможность для выполнения заданий на арбалетчиков. Помимо прочего, их можно ещё нанять вторым способом. Для этого вам просто нужно их исследовать за Хонор. Они уже автоматически появляются в этой ветке. И даже не нужно ждать конца сезона. Ну а теперь переходим к самой главной новости. С моей точки зрения, конечно же, это нерв Т-6 отрядов. Что опять? Слышу крики, ведь совсем недавно Т-6 конницу понерфили. В принципе, всю конницу понерфили, но Т-6 в основном игралась, и она ощутила это на себе. Особенно, как мне кажется, крылатые гусары. И сейчас грядёт очередной нерв Т-6 отрядов. Разработчики сказали, что это они не будут делать в течение сезона. Этот сезон доиграется с тем балансом, который есть. Ну, возможно, какие-то правки будут, но в целом это не коснётся глобального баланса Т-6 отрядов. Наверняка сейчас у многих возникает вопрос. А зачем тогда вообще эти отряды будут нужны? Стоят они 350 лидерства. Снаряжение дорогое. Зачем их брать в бой? Лучше я буду играть за Т-5 или Т-4 отряды. Ну, здесь разработчики отвечают нам следующим образом. Они всё равно будут сильнее, чем Т-5 отряды. По заверению всё тех же разработчиков. Далее, количество лидерства, которое будет требоваться, чтобы вывести эти отряды в бой, будет уменьшено. Ну, а что касается стоимости снаряжения, то разработчики, конечно, про это ничего не сказали, но я думаю, что они снизят цену. Хотя вот лично у меня возникает следующий вопрос. А кому там нужно нерфить? Помимо шести отрядов конницы Т-6, в игре ещё есть два пехотных Т-6 отряда на данный момент. Это Железная Стража и Мушкетёры. Но появятся ещё фальконетчики и арбалеты. И вот вопрос. Мушкетёры. Они сильнее западных аркебузеров? Или нет? Гвардейских, конечно же. Я думаю, что в чём-то у них есть преимущество. Но в целом, если брать урон, скорострельность, то аркебузеры получше выглядят. Мушкетёры просто более живучие. И если их ещё и понерфить, пусть с уменьшением лидерства, то лучше я буду играть за аркебузеров, чем за мушкетёров. То же самое касается Железной Стражи. Если, например, у неё уберут вот этот вот натиск и сделают её более слабой и быстро убиваемой, то зачем она мне? Лучше я буду играть за продвиженцев, может быть, за алебарды, может быть, за коробку или за какой-то другой отряд. Вопрос в том, насколько её понерфят и зачем тогда мне её брать. Даже, ещё раз повторюсь, если ей понерфят лидерство. С третьей шестой конницей я, например, вижу следующее будущее. А для чего она нужна будет? Если в игре можно просто взять продвиженцев и вся конница вот таким планом будет отлетать. В нынешнее время уже и так это фактически происходит. А что будет, если их ещё понерфить? Ну, в общем, я не знаю. Возможно, нерфить они будут как-то избирательно и уменьшать количество очков лидерства также избирательно. Но в любом случае, прежде чем паниковать, я советую подождать этого нерфа. Ну, вообще, я надеюсь, что с каждым сезоном в игру будут добавлять побольше пехотных Т-шестых отрядов. Потому что, на самом деле, их мало в соотношении с конницей вообще, ну, очень мало. Разработчикам нужно стремиться делать каждый отряд уникальным в своём роде. О чём я говорю? Сейчас поподробнее объясню. Смотрите, у нас есть алибарды. Есть Т-5 алибарды, точнее, Т-4 и Т-5. Т-4 отличаются от Т-5, ну, фактически, там, показателями характеристик. Толком отличий, как таковых, нету. То же самое, например, и у восточной коробки. Ну, что Т-5, что Т-4, только отличия характеристик. Естественно, там, например, у Т-5 есть отхил, у Т-4 нету и всё. То есть она просто лучше, а принцип её работы тот же. Защита от вражеских стрелков. А вот, например, если мы обратим внимание на пикинёров, то здесь уже отличия такие вот более серьёзные. Т-5 это у нас продвиженцы. Они с помощью продвижения роняют вражеские отряды, в то время как Т-4 это пикинёры натиска. Это их фишка. И каждый отряд это своя фишка. То же самое дальше у нас идёт железная стража. Это тоже в своём роде уникальный отряд. Вот этих вот вещей, когда просто каждый отряд, последующий, просто лучше в характеристиках предыдущего, ну, как по мне, не должно быть. Нужна уникальность. И тогда, возможно, у нас появятся в игре какие-то сочетания отрядов, которые будут приносить какой-то профит в бою. Но опять-таки в нынешнее время сочетание отрядов выглядит следующим образом. Это, например, алибордисты, и впереди в них стоит коробка. И такие вот сочетания отрядов было бы здорово. Например, ещё сочетание отрядов это продвиженцы. За ними идут какие-либо мечники, которые наносят урон. Ну, а могут это опять-таки быть те же алибордисты. В общем, какие-то другие отряды, которые подбирают урон, потому как продвиженцы наносят не так много урона. Вот к чему нужно стремиться. Потому что, вот обратите внимание, например, у нас появилась ветка вот данных отрядов. Зачем мне третий тир? Т-3, да? Если я не хочу вообще эту ротанговую броню использовать. Здесь единственный отряд, который стоит, с моей точки зрения, внимания, это конница с Чакану. Здесь, вот в этой вкладке рыцарей, ну, как по мне, здесь тоже два отряда. Это вот коробочка и конница. И то же самое, мы заходим в конницу Т-6. И здесь вообще только три отряда, которые стоят внимания. Это Т-6 конница. Зачем мне брать вообще-то пятую конницу? Хотя, вот если они уменьшат какие-то характеристики у Т-6 конницы, возможно, ну, все равно, зачем? Зачем? И нету, как таковой, уникальности этих отрядов. И поэтому они совершенно не нужны. И вот как раз-таки уникальность, возможно, в каких-то моментах она бы сделала этот отряд достаточно играбельным, и его можно было бы брать в бой. Ну что ж, на этом я буду, в принципе, заканчивать. Пишите, что вы думаете по поводу нерфа Т-6 отрядов. С вами был Алексей. Всем добра. Пока-пока. С вами был Игорь Негода.